Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. И сегодня мы с вами поговорим о том, какая вода идеальна для полива комнатных цветов. Качественная вода играет важную роль при выращивании всех растений, особенно комнатных. Водопроводная подходит почти всем, но она жесткая. В ней содержится соль, кальций, магний и хлор, которая очень плохо влияет на цветы, особенно на корневую систему. Если часто пользоваться такой жесткой жидкостью, то на поверхности почвы обязательно будет белый налет. Как правильно поливать? Вода для полива цветов должна быть теплой, комнатной температуры. У каждой культуры имеются свои нормы. Любители тропических лесов, болотные, нуждаются в большом количестве жидкости. Земляной ком в горшке постоянно должен быть влажным. Большинство домашних растений требуют частые поливы, но между ними почва должна просыхать. Жителям пустынь для нормального развития достаточно скудного увлажнения почвы. Они плохо переносят избыток влаги. Чем лучше поливать? Для комнатных цветов подойдет вода с хорошим минеральным составом. При этом желательно брать мягкую. Существует много способов смягчения. Вода проводная. Для полива можно использовать обычную, то есть из-под крана. При этом ее лучше кипятить. Чем больше температура, тем меньше микробов. Но использовать следует не горячую, а уже остывшую воду. После кипячения ее необходимо прогнать через фильтр, чтобы у растений не было кислородного голодания. Или смягчить специальными веществами. Отстоявшаяся. Дождевая – это природная, полезная вода, которая гораздо мягче водопроводной. Природой задумано так, что растения поливаются дождем. Поэтому деревья и овощные культуры достаточно хорошо отзываются на использование такой жидкости. Но не во всех случаях она бывает подходящей для комнатных культур. Не всегда чистая. Нередко с примесями ядовитых веществ, если рядом есть заводы и так далее. Поэтому ее лучше отстаивать от 1 до 3 часов в открытой посуде. А после полива наблюдать за состоянием цветов. Подкисленное. Необходимо добавить немного лимонного сока или несколько капель уксусной кислоты на 1 литр отстоявшейся жидкости. Такой способ прекрасно смягчает воду, которая подойдет для всех растений. Также можно использовать щавелевую кислоту. Половину чайной ложки добавить в 3 литра жесткой воды и держать 2 дня. После этого кальций переходит в нерастворимую форму и выпадает в осадок. Содержащее удобрение. Древесная зола. 3 грамма данного ингредиента разбавить в 1 литре жидкости и настаивать 7 дней, периодически перемешивая. Затем можно поливать цветы. На горшок 1 литр достаточно 10 мг раствора. Главное достоинство золы в том, что все ее микроэлементы могут быть легко растворенными и усвоенными растениями. Ее также применяют как удобрение при пересадке и размножении. Подкармливают ослабевшие цветы. После процедуры листья становятся более сильными, бутоны завязываются в большем количестве. Свежий торф. Вещество смешивается из расчета 100 грамм на 10 литров. Подойдет для любых растений, к тому же удобрит их и снизит кислотность почвы, что вызовет пышное цветение. Замечательно подходит чай или кофе. Для некоторых цветов полив чаем даже необходим. Вещества из остатков чая отлично подкисляют и питают почву. Поэтому его можно использовать при пересадке, чтобы растение получило дополнительное питание. Замороженное. Воду следует заморозить. Когда подмерзнет 2 третьих части, то оставшуюся жидкость нужно слить. Она не нужна. В ней растворены все вредные соли. Лед оттаивает при комнатной температуре. Это будет настоящая живая талая вода, от которой растения начинают быстрее расти. Зимой можно полить талой снеговой водой. В ней содержится большое количество разнообразных микроэлементов, легко усвояемых растениями. Ну вот, собственно, и все у нас на сегодня. Ну а посмотреть больше информации о том, какая вода лучше подходит для полива, вы можете в других наших видео. Ссылочку я оставлю вам в описании под этим видео. Ну а поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение, можно в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь, и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока! До следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok